Здравствуйте! Вы смотрите Финтаймс и Карбарен в студии Руфат Халафов. Сегодня мы обсудим ключевые вопросы, касающиеся агросектора, продовольственной безопасности, а также затронем другие важные экономические темы дня. В зеленой зоне конференции КОП-29 прошло мероприятие на тему мобилизации инвестиций из частного сектора как фактор повышения эффективности Парижского соглашения, организованное Министерствами климата и окружающей среды Республики Польша. В ходе панели дискуссий были рассмотрены текущие проблемы и возможности для расширения участия частного сектора в борьбе с изменением климата, уделяя внимание развивающимся странам. Политики, бизнесмены, руководители предприятий и представители финансовых институтов обсудили, что необходимо для масштабного привлечения частных инвестиций и как можно создать благоприятную среду для ускорения перехода в низкоуглеродной экономике. По словам замминистра климата и окружающей среды Польши, Кшиштофа Болеста, у Азербайджана и у Польши схожий опыт, отчего сотрудничество может быть плодотворным. «Я думаю, что в частности сотрудничество между такими странами, как Азербайджан и Польша, очень перспективно, потому что у нас имеется схожий опыт. Наши усилия в области борьбы с изменением климата и охраны окружающей среды в основном осуществляются малыми и средними предприятиями с применением инновационных технологий. В основном это семейные предприятия. Они являются сторонниками защиты окружающей среды и открыты для международного сотрудничества. Некоторые из них приехали с нами в Азербайджан. Мы не продаем технологии. Для нас важно, чтобы компании сотрудничали и устанавливали связи между странами. Это также помогает нам лучше защищать окружающую среду». Сегодня под предстоятельством КОВ-29 была выдана эта бакинская инициатива «Гармония», направленная на поддержку производителей для экологической стабильности. Ну а более подробно об этом мы поговорим с гостем на прямой связи со студией. Эксперт по вопросам экономики и управления Фархад Парвизи. Фархад, здравствуйте, добрый день. Добрый, здравствуйте. Ну вот эта инициатива «Бакинская гармония», вот как данная инициатива позволит ускорить трансформацию продовольственных систем на национальном и глобальном уровне, по-вашему? Мы сначала должны заглянуть в фундамент того, что необходимо для перехода низкоуглеводной экономики. Сейчас на данном этапе тратится полтора триллиона долларов ежегодно. Это недостаточно для обеспечения задач 2050, чтобы мы пришли бы к «нет-карбону» на «Дзиру» к 50-му году. Тут, конечно, расходится калькуляция разных компаний от трех триллионов до шести триллионов долларов ежегодное выделение. Прогнозируется, должно быть, чтобы этот переход произошел. И, соответственно, нужно понимать, откуда достать как минимум полтора триллиона еще в год. А там, возможно, по подсчетам того же «Макинзи» значительно больше. И тут у всех государств, и это было на повестке КОП всех участников КОП «20», откуда найти финансы для реализации всего этого проекта, для заботы о планете и перехода к низкоуглеводной экономике. Есть три пути, как могут страны это достичь. Первое – это за счет собственных средств. Если вы достаточно богатая страна и люди достаточно хорошо зарабатывают, вы можете вводить дополнительные налоги на ископаемые источники энергии, на нефть, на газ. Вы можете вводить пошлины, карбоновый пошлин, так называемый, который мы тоже уже видим в Европе в развитых странах. Это повысит инфляцию внутри страны, но благодаря на какие-то продукты, но благодаря тому, что все эти деньги будут реинвестированы в зеленую экономику, в конечном итоге, в долгосрочной перспективе, это можно оказаться полезным инструментом. Но для развивающихся стран, которые достаточно бедны, и им нужно развивать свою экономику, этот вариант недоступен. Обычно развивающиеся страны идут так называемым международным финансовым организациям, multilaterals, это Международный банк, Международный валютный фонд. Но их ресурсы тоже ограничены. Все эти фонды сами себя представляют как выделенные фонды богатыми странами, чтобы развивать менее развитые страны. И это всего 100 миллиардов в год. Нужно дополнительно еще как минимум полтора триллиона, а возможно даже больше. И остается только третий путь, это привлечение частного сектора, частных денег. Мы говорим о увеличении зеленой экономики как минимум до 3% международного ВВП. Мы говорим о 100 триллионах международного ВВП, необходимости 3 триллионов как минимум на зеленую энергетику. А такие деньги есть только у частных фондов. И тут многие начинают политизировать вопрос. И даже во время КОВ-29 мы очень много видим призыв к этим частным компаниям, что они должны, что там есть какой-то экологический ущерб, который нанес частный сектор в предыдущие столетия добычи нефти и газа, и они как бы должны. Забывая тот фундаментальный фактор, что мы, начиная с 2020 года, мы живем в эпоху революционного развития технологий энергетики, зеленой энергетики. Впервые солнечная энергетика стала значительно дешевле стоить, чем традиционная энергетика. Цена батарей упала от 250 долларов за киловатт до 100 долларов в киловатт. И, соответственно, сейчас выгодно производить зеленую энергетику. Но все эти проекты долгосрочные и развивающие страны должны понимать, если они хотят привлекать длинные деньги в свою зеленую энергетику, они должны меняться сами. У них должна быть политическая воля меняться. Допустим, председатель Маздар очень интересную вещь сказал на одной из панелей. Он говорит, мы уже несколько лет в Африке, ждем, когда чиновник придет и даст согласование на выделение нам земли, чтобы мы построили там солнечные батареи. Просто, чтобы он просто встал, пришел и дал пот. При этом в Туркменистане после смены власти в 2019 году они уже 2 гигаватта зеленой энергетики по посту рефраструктуры на 2 гигаватта. То есть страна должна своим инвесторам предоставлять гарантии по закупкам, предоставлять инфраструктуру по дистрибьюции и, соответственно, создавать ту атмосферу, при которой будут защищены их права. И вот эта Бакинская декларация в частности принимает на себя вот эти основополагающие пункты по привлечению иностранных инвестиций в эти страны. В целом, то, что вы рассказываете, зеленый переход, о том, как будут происходить процессы активизации возобновляемых источников энергии. Все это как будет влиять на страны? И вообще, в целом, насколько выгоден такой переход для этих стран? Опять-таки, я хочу повторить то, что сейчас переход на солнечные панели уже дешевле, значительно дешевле, чем электроэнергии добываем, допустим, с газа. Ветровая энергетика, она дешевле только, если она на земле, если в море пока что это дорого. Допустим, Каспийского моря в азербайджанской части акватории очень большой потенциал, но там пока что очень дорого делать, и на азербайджанских покупателей эту электроэнергию купить не может. Поэтому, в принципе, с Польшей ведутся переговоры, что для европейского рынка цены на офшор, так называемые, на ветряные мельницы на море выгодны. Для развивающих стран этого варианта нет. Там у нас потом два фундаментально других направления, которые влияют серьезно на декарбонизацию. Это переход на устойчивое сельское хозяйство, то есть мир потребления коров, земель. Вот это самая сложная часть. И второй, самый большой, и третий, скорее, самый большой эффект от декарбонизации будет, конечно, в сфере логистики и транспорта. Переход на электротранспорт, любой электротранспорт, также гибридные виды транспорта. Мы не только об автомобилях говорим, мы видим, что те крупные ритейлеры уже переходят на электрические фуры, электрогрузовики. Даже сейчас судно делают с гибридными двигателями. Впервые от того, что цена на батарею спустилась два с половиной раза за последние четыре года, это стало выгодным. Электромобиль, электрофура для Амазона обходится на 30-40% дешевле, чем бензиновый его аналог. То же самое мы наблюдаем в такси-сервисах, где электромобили позволяют не только экономить на топливо, но также создавать условия полной автономии, потому что автомобилями, когда мы пользуемся, мы пользуемся только утром и вечером, все остальное время они не используются. И каршеринг, и автоматическое автономное управление позволяют более эффективно использовать автомобили. Вот эти все три основополагающих фундамента, которые заложены в начале 20-х годов. Это дешевая солнечная энергетика, это дешевые уже электромобили. И третий, более чуть сложный, но переход к этому тоже идет. Мы говорим об искусственном мясе, о транспортировке больших концентратов, чем самих продуктов. Допустим, в молоке только 3.3% белков, которые делают молоко, молоко, все остальное – это вода. То есть идея заключается в том, что так называемый sustainable, устойчивое сельское хозяйство – это будет транспорт концентратов. А потом вы сами будете добавлять воду и получать свое молоко. То есть мир идет к этому. И это даст в ближайшие 10 лет, 10-15 лет уже даст большое количество результатов в области Net Zero. Спасибо большое, Фархад. Спасибо за подключение, за ваши ответы. Напоминаю нашим зрителям, что на прямой связи со студией был эксперт по вопросам экономики и управления Фархад Парвизи. До свидания. Ну а более подробнее об этом мы расскажем в следующем материале о поддержке инициативы сельскохозяйственных производителей для экологической стабильности. Теплый климат, солнечный свет, обильные дожди и стабильная температура на уровне от 17 до 23 градусов по Цельсию. Это лишь некоторые из условий, необходимых для выращивания кофейных зерен. Не стоит также забывать о миллионах трудящихся в сельскохозяйственном секторе, без которых участники КОП-29 остались бы без своего любимого напитка. О том, как защитить фермеров в эпоху изменения климата и адаптировать их работу под любые погодные условия, рассказали на запуске инициативы «Гармония». КОП-29 продолжает свою успешную работу в Баку. Среди обсуждаемых тем на саммите участники уделили особое внимание сельскому хозяйству. В рамках конференции прошло мероприятие под названием «Запуск климатической инициативы Баку-Хармония» расширение возможностей фермеров для обеспечения устойчивости к изменению климата. В рамках заседания состоялось официальное открытие дня продовольствия сельского хозяйства и воды. План «Гармония» направлен на согласование различных инициатив, чтобы обеспечить обмен навыками и опытом. Климатическая инициатива «Баку-Хармония» является нашим вкладом в общую миссию трансформации сельского хозяйства и продовольственной системы. Сельское хозяйство всегда играло важную роль в истории Азербайджана. Инициатива «Баку-Хармония» базируется на достижениях предыдущих инициатив ООН, включая инициативу продовольствия и сельского хозяйства для устойчивой трансформации на КОП-27 в Египте и декларацию ООЭ об устойчивом сельском хозяйстве на КОП-28. «Мы стремимся упростить инициативы и создать платформу, где фермеры и политики смогут обмениваться знаниями и учиться друг у друга. Это сделает сотрудничество проще». Вслед за этим президент КОП-29 Мухтар Бабаев заявил, что Азербайджан намерен сделать инвестиции в агропродовольственную систему более привлекательными. По его словам, Баку вместе с банками развития смогут привлечь финансирование для устойчивого земледелия. Партнерство станет ключевым фактором в этом процессе, подчеркнул Мухтар Бабаев. Баку-Хармония поможет создать климатоустойчивые деревни и предоставит фермерам инструменты для адаптации к изменениям климата. «Мы стремимся укрепить положение фермеров, женщин и молодежи. Они находятся в центре сельских сообществ. Момент для запуска этой инициативы выбран не случайно. Сельское хозяйство вносит вклад в изменение климата и содержит решения. Выбросы метана от отходов из сельского хозяйства увеличиваются, и фермеры первыми ощущают на себе воздействие изменения климата. Мы должны действовать сообща, чтобы защитить наших фермеров и обеспечить продовольственную безопасность для всех». В ходе мероприятия на саммите КОП-29 министр сельского хозяйства Азербайджана Меджинун Мамедов заявил, что Баку-Хармония станет центральной платформой, объединяющей коалиции в области сельского хозяйства, продовольствия и водных ресурсов. По его словам, цели проекта Баку-Хармония просты, но крайне важны. Повышение температуры, деградация почвы, нехватка воды ставят под угрозу фермеров. Они часто последними получают поддержку. Централизованная платформа Баку-Хармония наделяет фермеров возможностями для принятия обоснованных решений для их будущего. Азербайджан уже добился значительных успехов в реализации стратегии на национальном уровне. Но мы понимаем, что климатическая устойчивость это общая задача. Инициатива Баку-Хармония это призыв к действию, это обязательство гарантировать, что фермеры, которые кормят мир, будут готовы к вызову. Сотрудничество, инвестиции и поддержка вот что нужно сельскому сообществу. Наша работа продолжится и за пределами КОП-29, обеспечивая долгосрочное сотрудничество и инновации, которые укрепляют устойчивость во всех наших границах. Сельское хозяйство требует ресурсов и через инициативу Баку-Хармония Азербайджан стремится сделать инвестиции доступными. Об этом заявил министр сельского хозяйства Азербайджана Меджнун Мамедов. По его словам, на КОП-29 Баку сосредотачивается на разработке инструментов, чтобы привлечь климатическое финансирование в аграрный сектор, в сотрудничестве с организациями по всему миру. Эльвин Абдулаев, Абухаята Джафарова, Рамиз Меришли, Си-Би-Си. Активная роль Азербайджана в обеспечении глобальной энергетической безопасности. Проекты в области возобновляемых источников энергии обсудили в рамках КОП-29 главы экономического и энергетического ведомства Азербайджана Микаела Джабаров и Парби Шахбазов. Они также провели встречу с вице-канцером, министром экономики и защиты климата Германии Робертом Хабеком. В ходе продуктивной дискуссии рассмотрено текущее состояние двусторонних экономических отношений, сообщил Микаел Джабаров на платформе ИКС. Согласно информации, также отмечена роль Азербайджана в переходе к устойчивым решениям и инициативах в области зеленых углеводородов. Оборот транзакций Казахстана в цифровом ТНГ до конца текущего года превысит 200 миллиардов. По информации Национального банка, страна находится на лидирующих позициях в мире по количеству безналичных платежей. На сегодняшний день Национальный банк Казахстана создал устойчивую межбанковскую инфраструктуру. Обрабатывается практически 87% всего безналичного оборота в экономике. Центр обмена идентификационными данными помогает финансовым институтам оказывать услуги в дистанционном цифровом формате, обрабатывая почти 2,5 миллионов запросов ежемесячно. Финансовый рынок Казахстана не просто главный драйвер цифровизации в стране. Во многом, это ролевая модель для всех других стран. Мы находимся на уверенных лидирующих позициях с точки зрения проникновения не просто безналичных, но и цифровых платежей. Мобильные банковские приложения давно перестали быть просто интерфейсом для традиционных финансовых услуг. Через мобильные банковские приложения мы получаем госуслуги, совершаем онлайн-шоппинг, покупаем билеты и делаем многое другое. В целом, можно смело заявлять о том, что весь жизненный цикл получения финансовой услуги в Казахстане от открытия банковского расчета до конечного финансового расчета оцифровано. Это стало возможным в первую очередь благодаря предпринимательской инициативе и таланту участников рынка. Для того, чтобы они были полностью раскрыты, необходима честная и прозрачная конкуренция. Эксперты отмечают, что сегодня банки не просто традиционный финансовый институт. Они представляют большую цифровую экосистему. Она включает сервисы электронной коммерции, госуслуги и многое другое. На сегодня национальным банком создана устойчивая межбанковская платежная инфраструктура, которая обрабатывает порядка 87% объемов всех безналичных транзакций в экономике. Наш центр обмена идентификационными данными помогает более чем сотне финансовых организаций оказывать свои услуги удаленно в цифровом формате благодаря биометрической идентификации. Мы получаем порядка 30 миллионов таких запросов в год. Но это, естественно, не повод стоять на месте. Мы все с вами понимаем, что цифровизация не просто перевела услуги в удаленный формат, она, по сути, меняет саму природу рынка. В текущем году в Казахстане запущены первые практические сценарии использования платформы цифрового ТНГ. Данная платформа помогает обеспечить прозрачное государственное расходование, удешевить и ускорить трансграничные расчеты и внедрить другие инновации. В ближайшее время также будет внедрен проект цифрового НДС, который поможет предпринимателям ускорить возврат налога из бюджета. Ожидается, что до конца текущего года оборот транзакций в цифровом ТНГ превысит 200 миллиардов. Самир Арзаева, CBC. На всемирном климатическом саммите КОВ-29 заключаются крупнейшие проекты. Так, Исламский банк развития профинансирует более 1 миллиарда долларов на устойчивое водоснабжение Казахстана. Речь идет о модернизации водоемов и водоканалов в наиболее засушливых регионах страны. Это самый крупный проект по масштабам финансирования за полвековую историю Исламского банка развития. Об этом и о том, в какие еще отрасли вкладываются арабские инвесторы в Казахстане, расскажет наш корреспондент Димаш Низам. Соглашение о финансировании более 1 миллиарда долларов в проект освоения водных ресурсов подписали правительство Казахстана и Исламский банк развития. Документ о тесном сотрудничестве и инвестициях приняли на полях климатического саммита КОВ-29. Участвовавший в церемонии подписания президент Исламского банка развития господин Аль-Джасер отметил, что это самый крупный проект финансируемый Исламским банком развития за всю его историю. Выделение столь значительного финансирования со стороны Исламского банка развития означает доверие к инвестиционному климату Казахстана. Совместный проект обеспечит устойчивое водоснабжение более 332 тысяч гектаров сельскохозяйственных земель. Такая же площадь у Малайзии или Финляндии. Реализация проекта позволит реконструировать и построить 9 водохранилищ в нашей стране. Реализация данных проекта будет происходить в 9 регионах нашей страны. Кроме этого мы построим и реконструируем 3,5 тысячи километров растительных каналов. В свою очередь это позволит увеличить объем орошаемых земель нашей страны на 330 тысяч гектаров. Арабские инвесторы также помогут обеспечить электроэнергией 300 тысяч домов на юге Казахстана. Министерство энергетики недавно подписало соглашение с компанией из Объединенных Арабских Эмиратов, которая позволит построить ветряную электростанцию мощностью в 1 гигаватт в Жамбылской области. Предполагается, что в проект вложат полтора миллиарда долларов. Катар, Саудовская Аравия, Арабские Эмираты для нас были и будут важны. Сейчас мы уже видим, что они проявляют интерес и к аграрному сектору Казахстана, и к каких-либо перерабатывающих предприятий для производства аграрной продукции и продовольствия. Тем более со всеми этими странами имеем не только двусторонние отношения, но и многосторонние отношения в рамках Организации Исламского Сотрудничества, в котором мы даже председательствовали. В Казахстане также собираются развивать исламский банкинг, как быстрорастущий сегмент финансового рынка. По прогнозам, уже в 2027 году доля исламских финансов мировых активов составит около 6,5 триллионов долларов. Правда, Казахстану необходимо для этого подготовить соответствующие законы. Отдельно по исламскому банкингу скажу, что в Казахстане нет закона об исламском банкинге. В Казахстане есть закон о банках и банковской деятельности. Многие исламские продукты, они так или иначе подстраиваются под действующее законодательство. Ипотека была исламская, сейчас люди, некоторые запускают ее. Кроме водных проектов, арабские инвестиции направляются в энергетику, транспорт и здравоохранение. Общая сумма долгосрочных вложений в экономику Казахстана может составить 7 миллиардов долларов. Димаш Низан, CBC, Казахстан. Между тем, сотрудничество Юг-Юг набирает обороты. Все большее число развивающихся стран играет ведущую роль в глобальном экономическом управлении. Это способствует решению ключевых проблем развития, включая бедность. Преодоление кризисов или трудностей подтолкнуло людей к более активному сотрудничеству. На фоне возрастающих глобальных проблем голода и бедности растет значение сотрудничества Юг-Юг. Страны глобального Юга все еще борются с социально-экономическими последствиями пандемии COVID-19, которая оказала давление на государство и отвлекла внимание от других секторов, которые также важны. Все еще существует множество взаимосвязанных вопросов, начиная от продовольственной безопасности, экономических проблем и климата. По прогнозам, к концу этого десятилетия 575 миллионов человек все еще будут жить в крайней нищете. Так что это дает вам представление о масштабах. 19-й саммит G20 открылся с запуском глобального альянса по борьбе с нищетой и голодом. По оценкам ООН, около 7% населения мира к 2030 году все еще могут оказаться на уровне крайней бедности. Развивающиеся страны берут на себя лидирующие роли в плане глобального экономического управления, а сейчас уже принимают и председательствуют на заседаниях группы 20, будь то Индонезия в 2022 году или Индия в 2023 году, Бразилия в 2024 году, а скоро и Южная Африка. Таким образом, такое лидерство также дает развивающимся странам возможность играть ключевую роль при движении и отстаивании сотрудничества Юг-Юг и озвучивать интересы глобального юга для решения проблемы сокращения масштабов нищеты, а также для решения проблемы достижения повестки дня на период до 2030 года. Страны глобального юга сталкиваются с проблемами бедности и социального неравенства. Ученые связывают проблемы продовольственной безопасности в развивающихся странах с засухой, отсутствием осадков. В этих странах преобладают небольшие сельскохозяйственные общины. Они снабжают продовольствием около 80% населения каждой конкретной своей страны. Решения проблем нищеты и климатических изменений возможны только лишь посредством международного сотрудничества, отмечают эксперты. Самир Ирзаева, CBC. Всемирный банк поддерживает целевую группу G20 по глобальному альянсу против бедности. Сегодня каждый 11-й человек на планете страдает от голода. Для борьбы с этим глобальным вызовом банк призывает международные сообщества объединиться. На саммите G20 представлена целевая группа по глобальному альянсу против голода и бедности. Всемирный банк подготовил комплексный набор инициатив, направленных на решение этих неотложных проблем. G20 выбрал тему борьбы с голодом. Мы это поддерживаем. Я всегда напоминаю людям, что 50 лет назад мировое сообщество решило искоренить голод в течение 10 лет. И это было в 1974 году. На самом деле мы потерпели неудачу. Сегодня у нас около 750 миллионов человек все еще страдают от голода. Это каждый 11-й в мире, это каждый 5-й в Африке. Мы считаем, что такое положение делал неприемлемо. Я думаю, что важным шагом в период председательства Бразилии в G20 будет консолидировать усилия международного сообщества. Как отметил представитель Всемирного Банка, эта инициатива призывает к международной солидарности. В частности, банк намерит приложить все усилия в данном направлении совместно с другими организациями и крупными державами, такими, как Китай. Мы собираемся сотрудничать также с бразильцами. Мы можем на самом деле способствовать обмену знаниями о передовом опыте. И, конечно, такая страна, как Китай, которая также имеет хороший опыт в сельскохозяйственной системе. Мы изучим, как можно решить проблемы беднейших стран, добившись в этом направлении большего прогресса. 19-й саммит G20 проходит в Рио-де-Жанейро. В этом году девиз мероприятия – построение справедливого мира и устойчивой планеты. Лидеры стран Большой двадцатки уже смогли согласовать и принять итоговую декларацию саммита. Самир Арзаева, CBC. Использование китайского юаня в транзакциях набирает обороты. В частности, все больше бразильских бизнесменов предпочитают использовать китайскую валюту напрямую для ускорения процесса оплаты. Поскольку увеличивается число китайских банков и предприятий, которые открывают свои представительства в Бразилии. Местным жителям предоставляется выбор вести свой бизнес в банках КНР. Благодаря привлекательности расчетов в прямых валютах стран растет товарооборот между Китаем и Бразилией превышает 170 миллиардов долларов. Мы смогли предложить бразильским инвесторам доступ к инвестициям в облигации в Китай. С прошлого года мы присоединились к системе трансграничных межбанковских платежей, которая занимается трансграничными расчетами в юанях. Мы наблюдаем растущую тенденцию к использованию юаней для расчетов по транзакциям, будь то торговые или инвестиционные, напрямую из юаней в бразильские реалы. Во-первых, это экономически выгодно, потому что вам не нужно делать два действия, чтобы отправить деньги в Китай или из Китая в Бразилию, потому что раньше вам нужно было бы менять свои юани на доллары и доллары на бразильские реалы или наоборот. Таким образом, у вас на один шаг меньше, снижается стоимость транзакции, но также выгодна и в операционном плане. Ранее SWIFT опубликовал данные, согласно которым китайский юань сместился на пятую позицию в глобальных платежах, уступив японской иене. В трубке самых популярных валют для международных расчетов изменений не произошло. Первое место за американским долларом, потом евро и фунт. Ну а это были все актуальные экономические новости на сегодня. До встречи в следующем выпуске. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова